Хорошо, спасибо. Будем официально объявлять? Да, наверное, будем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас пройдет студенческий семинар, на котором мы будем разбирать первую лекцию Ганиша, посвященную моделям распространения слухов, модели First Passage Precolation. Обсудим свойства паосоновских процессов, это нам расскажет Тимофеевич Славович, а дальше Марина Антоновна расскажет про первую половину лекции, которая была во вторник. Наверное, я тогда предоставляю слово Тимофею Вячеславовичу. Спасибо. Что же, надеюсь, некую базу для тех, кто еще не сильно знаком с паосоновским процессом, я смогу предоставить. Ну, а для тех, кто уже все знает, я надеюсь, это будет не синим искушенным повторением. Значит, ну, давайте, давайте, например, я включу здесь фонарик, чтобы было посветлее. Итак, значит, паосоновский процесс. Паосоновский процесс – это довольно замечательная, простая, удобная модель для моделирования прихода во времени каких-то новых объектов. То есть, если у нас есть какая-то оси времени, допустим, начиная в какой-то момент времени 0, он не важен, и мы ждем, пока к нам приходят какие-то события. Какие-то события приходят, классическая постановка, остановка, приходят пассажиры в будущее, или, собственно, сами по себе приезжают сами автобусы, хотя для автобусов, ну, не важно. И, собственно, как мы будем моделировать такой приход? Вообще, например, ну, в принципе, мы сегодня в каком-то виде поговорим о трех способах задания паосоновского процесса, о каких-то более подробно, о каких-то менее подробно, потому что, я думаю, самого первого нам, ну, самого первого и второго будет обычно хватать на все про все. Итак, ну, давайте начнем. Значит, мы задаем время приходов, как случайные величины, давайте обзовем их случайную величину X1, X2, X3, и вы не говорите, что X-иты у нас будут, так, на русском, значит, независимо одинаково распределенные, экспонициальные случайные величины с экспонициальным распределением, с параметром лямбда. Значит, это у нас просто задание. Сейчас мы будем говорить про все прекрасные свойства этого процесса. Во-первых, опять же, ну, то есть, Сергей Георгиевич высылал нам некий фарик его лекций, которые он, где Богисусно читает, и... Выслал не всем, правильно же? Да, он не всем, поэтому скоро я расшарю экран, чтобы его видел все. Хорошо. Пока что, то есть, преамбула, о чем все будет идти речь, то есть, будет в основном доказательство не столько о полословском процессе, а сколько о распределениях, в принципе. И, собственно, что хочется подчеркнуть? То, что между некоторыми распределениями есть замечательные свойства, замечательная связь, которую полословский процесс в себе неким мистическим образом аккумулирует. И чтобы понимать полословский процесс, нужно понимать сочетание всех этих распределений. Какие эти распределения? Значит, несколько дискретных, несколько непрерывных. Значит, дискретных распределений это полословское распределение, это биномиальное распределение. Из непрерывных это экспоненциальное распределение, и это равномерное распределение. Значит, как минимум, четыре этих распределения, то, как они связаны в полословском процессе, хорошо бы как-то запомнить, чтобы он был намного приятнее и понятнее. Значит, ну, опять же, немножечко мы еще коснемся связи экспоненциального с геометрическим распределением, ну и, соответственно, с гаммой. Потому что, ну, там связь будет вообще очередная. Хорошо. Ну, давайте тогда пока что расшарим тот самый файл. И он нам послужит неким макетом. Итак, собственно, это кусок лекции, который Сергей Георгиевич читает на третьем курсе. И, собственно, так, это нам все не нужно. Значит, во-первых, я предполагаю, что аудитория помнит все распределения, которые я только что упомянул. Нужно ли отдельно напомнить распределения? Если да, ну, они здесь будут очень часто видны. Я думаю, то, что не нужно. Если нужно напоминать, то... Максим Вячеславович, пожалуйста. Плохо видно. Момент. Ага, благодарю. Типа, если нужно напоминать, то это вообще беда тогда. Да. Но сейчас это напоминание ничем не поможет. Да. Вот. Так что напоминать, наверное, не нужно. Хорошо. Итак, значит, ну, начнем с прекрасного. И то, к чему мы, видимо, стремимся. Итак, по салонскому распределению. Собственно, это распределение вы здесь видите. Первый прекрасный результат это то, что по салон связан вообще с бедомиальным распределением. Как? Ну, то есть если у нас параметры n, p сходятся определенным образом, то есть n сходится к бесконечности, p сходится к нулю, а при этом n, p сходится к некой константе, тогда мы знаем, что бедомиальное распределение сходится к по салонскому. Это уже такой намек, что ага, значит, бедомиальное, это у нас есть какие-то n элементов. Так, кстати, а на сколько людей у нас? Я думаю, теорему плацунную знают все тоже. Да, хорошо. Угу. Вот, это я к чему. К тому, что значит, как... Кстати, а вы можете видеть одновременно то, что я расшариваю и снова мать тетрадочку? Да. Хорошо. И я тоже могу. Хорошо. Значит, сейчас я еще и пересвожу. Так, значит, что это нам дает? Бенемиальное мы выбираем какие-то n точек, потом маркируем их как-то 1, 0, 1, 0, кого мы включаем и включаем. Здесь у нас n точек. А когда мы увеличим количество точек и сужаемся, у нас получается мы, наше все множество состояний, где у нас может оказаться маркированная точка, извините. Надо было лучше поставку. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Ничего. Вот. Значит, когда мы расширяем наше количество состояний и при этом вероятность того, что у нас точечка будет иметь нужную марку 1, она хоть и убывает, но с достаточно хорошей скоростью. И таким образом мы получаем полособы. Это еще взыграет свойствах. Значит, какие свойства нам точно понадобятся. Значит, первое свойство, которое понадобится, это то, что сумма двух независимых полосонов это снова полосон. Опять же, не знаю, какие свойства мы полосону помним, какие нет, но это свойство доказывается довольно просто. Поэтому давайте... Базовый курс по теории вероятности дважды доказывалось, то есть и напрямую, и соответственно, когда хар-функции проходятся. То есть я думаю, что это все помнят. Хорошо. Отлично. Спасибо, потому что не очень хотелось на этом становиться. Итак, ну, второе свойство, которое нам, опять же, понадобится. Как только мы фиксируем сумму двух полосонов, то есть линия одного полосона становится бельняным. опять же, здесь сразу взыгрывается вот эта связь биномиального и полосоновского распределения. Тут, собственно, доказывается ровно так же, то есть условная вероятность опять же, просто расписывается по определению, считается замечательно. ничего интересного тут обсуждать нечего. Обычный вопрос. Тут единственное, что обсудить, это интуицию, какой должен быть P, да? А, то есть, хорошо, то есть, смотрите, значит, если мы взяли сумму двух полосонов, допустим, ну, конечно, взяли полосонское количество красных шариков и черных шариков, объединили их вместе, а потом смотрим на произвольно выбранные шарики и понятно, что, ага, значит, вероятность того, что мы выберем красный шарик, а не черный, она как-то зависит от, ну, скажем так, количества шариков, которое изначально было. Помню, что лямда у нас отличается интенсивность нашего полосона, поэтому вероятность выбрать шарик первого типа это лямда 1 делить на сумму интенсивности опять же, в полосонском процессе лямда это прям будет называться интенсивность, в полосонском распределении пока что это просто параметр, который равен и среднему и дисперсии. Вот. Надеюсь, этого и хватит. И опять же, собственно, аналогичные штучки проходят, когда у нас больше, чем один полосон. симметричные свойства это то, что если у нас есть какая-то полосонская случайная личина и мы на ней задаем маркеры, то есть, опять же, то есть, это может быть опять шары, какие-то шары мы красим в один цвет, другой в другой, так сказать, в этом тексте первое множество шаров красится в красный цвет, другое в зеленый, опять же, просто каждому шарику мы подкидываем монетку, с верностью P говорим, ага, это красный, с верностью одни BMSP говорим, ага, это зеленый. Так, сейчас, ну, момент. Вот. И, собственно, это нам как раз, как только мы разделили на два цвета, опять же, каждому шарику мы независимо задаем цвет. В итоге мы получаем два независимых флосома. То есть, каждый из цветов, то есть, количество шариков красного цвета это снова флосом, только здесь уже параметр не лямбда становится, а лямбда на P. То есть, мы, собственно, так и проредили. То есть, если до этого в среднем шариков было лямбда, то теперь, так как мы каждый раз только с вероятностью P получали красный шарик, то теперь у нас в среднем лямбда P шариков. Поэтому результат, в принципе, интуитивный. Но, опять же, куда более сильное свойство это как раз то, что они два получившихся, две получившихся полосомских случайных величины, они получаются независимы. Это очень мощный результат, который, опять же, очень часто везде помогает. Хорошо. Ну, и опять же, то есть, тут способ доказательства очень простой, прямой, то есть, сначала, чтобы доказать, что каждый из них полосом, просто по формуле полной вероятности расписываем, пишем условные вероятности, а дальше собираем, используя поведение экспонента. Задача про насекомых у нас, это самое, в задательнике. Там, где насекомые. Ну, не совсем она, не совсем она, не совсем она. Что значит, независимости там нет, но то, что рассказывает сейчас Тимофей, это в точности она. Ладно, вы правы, да, я понял, я не прав, я согласен. Хорошо. А вот независимость, наверное, доказывается тоже просто и тоже в лоб по формуле полной вероятности. Ну, в смысле, там тоже есть независимость, в той задаче, про которую вы говорите, задача про насекомых? ее там нету, в смысле. Почему? Но она там не формулируется. Да, но имеется в виду количество, типа, насекомых в популяции не зависит от количества неразвившихся насекомых, да, получается. ну да, согласен. Хорошо. Вот, собственно, опять же. А это только у классы на такое, или есть еще у кого-то тоже? Что-то похоже. У нормального есть что-нибудь такое же? Нормального вообще нету. Если нормальное, случайно, умножить на какой-нибудь какой-нибудь равномерный от минус 1, 2 до 2, кто знает, что получится. Типа, от 0 до 1, если умножаешь данного равномерного, ну или на минус 2, да, на 2, да, и берешь то, что меньше 0, и то, что больше 0, не получится. Да, как-то неправильно. Сложно. То, что было меньше. Вообще, интересно, конечно, на дискретный его посмотреть. В этом не получается. То есть, геометрическое. А, но это же, это же опять все о том самом, когда мы ищем оценку, а, собственно, когда у нас поиски, оценки, нам хорошо бы искать парные распределения, чтобы они так хорошо сочетались, и это все об одном и том же. То есть, именно, что полосонный, биномиальный, они уже так сочетаются, и это шикарно. и сейчас, в непрерывных это вроде нормальные и бета так сочетаются. Вот возможно. По-моему, нормальные, по-моему, нормальные. Опять же, я байсовские оценки сейчас не могу. Может быть, экспоненциальные и бета, тогда. Я, честно говоря, вообще не вижу еще байсовских оценок, хотя они, конечно, где-то близко. А, не, гамма и бета. Ну, там экспоненциальные, там бета, это экспоненциальные одно разделить на сумму двух экспоненциальных. Это же бета распределение. Да, то есть, такие вещи есть с нормальным, вообще неплохо. А не с гамма, там, для бета распределения, что, что-то с двумя гаммами, а не с экспоненциальным. Может быть, с гамма с параметром там два, или что, или один, чтобы получить экспоненциальные. У меня такое ощущение, что просто гамма с любыми параметрами и бета. Я не понимаю, я не вижу байсовских, можно вот про этого пуассона через байсовской? Это типа лямда, если будет иметь распределение лямда пи и лямда ку два значения. Ну, то есть, здесь, нет, то есть, я сейчас говорю просто про этот трюк, про то, что, когда сочетаем пуассон и бинамиальное, мы снова получаем пуассон, если мы сочетаем нужным образом. независимость, но это же не байсовская постановка, когда параметр лямда будет типа таким, это здесь хитрее, здесь выбираем. Ну, то есть, просто, в байсовских оценках просто так, просто приятно, когда априорная оценка и апостриорная, они такие, хоп, и хорошо. какие-то сочетаются. В Википедии написано, что гамма распределения по поводу бета с параметром 1, то есть, ас 1? Черт. Да-да. Ну, ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Вот, значит, здесь небольшой кусочек про геометрическое распределение, я на нем останавливаться не буду, скажу лишь просто, что есть у него memoryless property, которое отсутствие сейчас после действия, информации после действия. Вот, собственно, это свойство нас будет интересовать для экспонциальных различных причин, но так как геометрическое распределение это в каком-то смысле дискретный аналог экспонциального, вот, собственно, что нам нужно, если мы знаем, что x больше k при этом условии, вероятность то, что x больше k плюс m это то же самое, что вероятность ну, то, что вероятность x больше m. То есть, вероятность проработать после какого-то момента времени там распределение сохраняется, и мы можем перезапустить наш процесс и думать, что ага, до этого ничего не было, поехали, поехали заново. И это обновление, это как раз ключ ко всему, который, собственно, во время лекции у Ганиши он как раз тоже всплывал, но к этому и вернулся. Опять же, то есть, геометрическое связано с экспонциальным, но об этом не суть. Вот экспонциальный, как раз, опять же, экспонциальный есть, новый, это отсутствие информации после действия, то, что нам как раз нужно. То есть, если вы взяли экспонциальную случайную личину, то, как только вы знаете, что она больше какого-то, больше какого-то числа x, опять же, экспонциальная случайная личина нас обозначает время обычно, то есть, если вы знаете, что случайная личина по времени больше уже, чем что-то, то вы на самом деле можете просто все обрубить, взять это время новым началом координат, и уже отсчитывать время снова по-новой и забыть про все, что было до этого. Вот. Ну, что сказал Ганеш, если вы подождали автобуса 10 минут, то это не означает, что автобус скоро приедет. Он будет приедет через такое же время, как и было до этих 10 минут. Да, да. Распределение не поменялось. Но это, наверное, в предположении, что автобусы приходят по экспонциальному распределению. Да. Ну, опять же, то есть там... Ну, ладно. Да-да-да. То есть там даже... Хорошо. Все хорошо. Вот. То есть это то, что прям нам надо было, потому что каждый раз, когда, собственно, у нас... Ну, опять же, в модели слухов, когда каждый раз, когда мы доходили до того, что, ага, до нового человека дошел этот слух, и нам нужно было снова считать вероятность, точнее, считать... Ну, что-то говорить про распределение времени до того, как следующий человек узнает про этот слух. И именно трюк в том, что мы каждый раз, когда вот это событие происходит, мы такие можем, ага, все, обновили, забыли, какие там счетчики, где были, и говорим, так, все, вот, запускаем все счетчики заново. И это обновление нам помогало каждый раз, то есть после каждого добавления нового человека, кто знает слух, просто обновлять систему и считать все заново. Вот, и это очень-очень удобно. Хорошо. Ну, и опять же, то есть связь экспонсиального, ну, еще одно важное свойство для экспонсиального, это то, что минимум двух независимых экспонсиальных, это снова экспонсиальный. Опять же, видимо, это все в курсе было. Опять же, это будет у нас связано, то есть, есть экспонсиальное, то есть, если у вас есть два счетчика экспонсиальных, как только, то есть, вы ждете одно из действий, как только первое пришло, вот, оно тоже экспонсиальное, и это нам очень потом поможет. Но, опять же, к этому вернемся, когда будем говорить про это. для них. Так, программа, программа, нет, программа нам, думаю, не сильно, что нужно. Хорошо, и теперь самые важные свойства, собственно, которые, о которых нам нужны. Итак, пусть у нас, давайте я снова порисую, надеюсь, мне ничего не упадет. пусть у нас sn, это у нас сумма каких-то y, но здесь описаны y, до этого я писал x, я думаю, не запутаемся. Где y у нас независимо, одинаково распределенные, спинсиальные. и нас интересует количество, то есть, n от t, это количество произошедших событий, то есть, опять же, каждый y, это счетчик, то есть, y один, счетчик до первого события, потом, плюс y два, счетчик до второго события, после первого, и так далее. то есть, это у нас счетчики. Мы ждем какие-то события, мы ждем новых посетителей, новые поломки приборов, новый человек узнал слух. Нас интересует, к фиксированному моменту времени t, сколько у нас событий произойдет? Это вопрос номер раз. И второй вопрос. Сколько ждать до следующего события? То есть, здесь у нас, то есть, n от t, это у нас сколько событий ко времени t произошло? И теперь мы говорим, ага, а время следующего события, то есть, после этого времени t, во сколько осталось до него? Это у нас, если говорить про процесс восстановления, это у нас перескок. То есть, почему это называют перескоком? То есть, допустим, мы в момент времени 0 начинаем, первое событие, второе событие, третье событие, четвертое событие, и раз, мы перескакиваем, и уже следующее событие под номером n от t плюс 1 происходит после времени t. и, собственно, как раз, чтобы, чтобы нам после фиксированного времени t перезапускать наш счетчик времени, нам нужно что-то знать про данное время и его зависимость от всего процесса. То есть, нам нужно что-то про это знать, потому что мы хотим либо после фиксированного момента t, либо после случайного момента t хорошего перезапускать всю нашу систему. Опять же, в этом вся красота постановского процесса. И, естественно, как оказывается, во-первых, все t тоже эксменциальные, с тем же самым параметром. То есть, этот перескок имеет то же самое распределение, что и обычно наши скачки. уже приятно. Но это, получается, просто в силу отсутствия после действия, правильно? Ну, в каком-то смысле так. Я не могу сказать, что это прямо. Ну, можем, конечно, посмотреть на доказательства и сказать, это очевидное следствие этого или нет. Ну, вообще, да. То есть, отсутствие после действия это как раз то, что нас и ведет к этому. Вот. Поэтому, как раз, мы и можем в каком-то смысле перезапускать момент времени Т, потому что вот следующий широк, он имеет то же распределение, что и первый шаг. Значит, второе. Я что-то проспал. А почему это не отсутствие? Ну, в смысле, мне кажется, это же вообще суперочевидно, что это отсутствие после действия. типа, у нас есть вот этот последний скачок большой, который, он имеет экспоненциальное распределение. Да, Мы его в какой-то детерминированный момент времени обрубаем и смотрим на остаток. Вот так, этот момент времени Т детерминированный, а то, откуда этот последний скачок стартует, недетерминированный. Является ли это очевидным последействием? Ну, как-то это неправильно. В смысле, есть просто скачок, он обрубается в детерминированный момент времени и все. Какая разница, откуда он стартует? Нет? Я не прав? Право по-хорошему? типа, да. Наверное. Мы же, как бы, можем новый процесс запустить в это время, да? Новый, пауассоновский процесс начать считать с момента Н от Т. Это же момент установки, и это будет точно такой же пауассоновский процесс, независище от того, что было до этого. Ну, это правда, еще надо доказывать, что момент установки, все такое. А, подождите, или это не совсем момент установки? Н от Т плюс один, да, наверное, момент установки? Не знаю, но мне кажется, мы не туда пошли, нет? В смысле, это не поможет. Мне кажется, что такая конструкция, в ней есть некая интуиция, но мне, почему-то кажется, что здесь надо быть аккуратнее. Вот. То есть, у меня такое ощущение, что то, что вы говорите, это уже следствие. Типа, вот зачем, я думаю, что нужен момент остановки? Вы же начинаете считать случайный момент времени. Если это не будет моментом остановки, из-за случайности момента времени, в который вы считать начинаете, возможно, превращения могут стать зависимыми. Ну, то есть, типа, следующий Y, который мы сейчас начинаем считать, он может зависеть от предыстории, если это не момент остановки, да? Или нет? Или я говорю... Ну да, вы правильно говорите, вы правильно говорите. То есть, просто... У меня... Наверное, да. То есть, опять же, интуиция это дает, то есть, да, естественно, но у меня такое ощущение, что используя похожую интуицию, можно что-нибудь неправильно вывести. Поэтому... Ну, это часто так задача бывает. Первое, что интуиция подсказывает, потом начинаешь доказывать. Это действительно может быть не так, но здесь интуиция подсказывает правильно. Да, здесь подсказывает правильно. Но доказательства более сложные. Для студентов я сразу говорю, что, если что, вероятности интуиции надо иногда бояться. Иногда. Я не знаю, никогда не надо бояться интуиции, я не соглашусь с этим утверждением. Извините, Что? Интуицию надо всегда радоваться, если она есть. Ну, просто есть некоторые случаи из жизни, когда интуиция настолько подводила, что у кого-то правило. Давайте зайдемся на том, что, я не знаю, Дэнни или Канниган все почитают и успокоятся по поводу интуиции. Хорошо. Разные философские точки зрения просто вы сейчас обсуждаете. Ну, хорошо. Какое доказательство? Ну, доказательство на самом деле довольно просто. Сначала мы вводим Доказательство чего-нибудь? Значит, у нас вообще, я даже не обозначил все утверждения, которые мы хотим доказать. Первое утверждение, которое хочется доказать, то, что перискок у нас имеет экспоненциальное распределение с тем же параметром. Второе, это то, что N от T имеет пазо-москороиспределение. И третье, то, что PSEAT и N от T независимы. То есть, перискок, его длина не зависит от того, сколько у нас было успехов или сколько у нас было нужных событий к времени T. Что практически и дает нам обоснование того, что давайте тогда при прочих шанах будем перестартовать во время T, если захотим. Итак, вот три утверждения. Как они доказываются? Ну, опять же, доказательство более-менее техническое. Ну, давайте на него посмотрим. что делаем. Сначала мы вводим дополнительную вероятность того, что к времени T у нас было ровно N нужных событий. N раз счетчики сыграли. И то, что у нас перискок достаточно большой. Все это можно переписать через SM. Значит, то, что у нас было к моменту времени T ровно N событий. Это означает, что SM меньше ровно T. А SM плюс последний скачок тоже быть, ну, во-первых, больше T. Ну, а так как мы сразу говорим, ага, все T больше X, ну, это в частности сразу получаем SM плюс X плюс 1 или то же самое, что SM плюс 1 должно быть больше T плюс X. То есть это буквально мы переписали одно утверждение через SM. И, собственно, суть у нас будет в том, что как раз да, фактически интуиция будет ровно то, что мы хотим как-то зафиксировать SM, потом воспользоваться всем и вся и сказать, что ага, значит, тут нам важен только Y плюс 1, который экспоненциальный, у которого есть отсутствие после действия и все хорошо. Вот, значит, ну, первое, то есть база индукции, так сказать, здесь все рассчитывается довольно просто, все переписывается ровно как одна из специально случайно начинал больше, чем что-то, и то все просто. И сразу уже проглядывается нужная нам независимость. Как для произвольного R. Опять же, то есть для плотности SN, мы берем такие и фиксируем SN, дальше все расписываем, так как знаем хвост функции распределения экспоненциальной случайной личины, мы уже, опять же, мы это не рассматривали, но опять же, я надеюсь, известно, что сумма N экспоненциальных случайных личин имеет гамма распределения с известными параметрами. Я надеюсь, это известно. Поэтому расписываем плотность гамма распределения, расписываем хвост распределения экспоненциальной случайной личины, вытаскиваем все, что не зависит от Z, интегрируем и получаем разложение по компонентам, которые нам нужны. дальше, чтобы получить каждый из результатов, используем формулу полной вероятности, определение экспоненты, ну и получаем. Тут все довольно техническое, опять же, не могу сказать, что я могу прямо сказать интуицию за доказательством. Интуиция в каком-то смысле была сказана уже, дальше просто техническое применение. Вот. Ну опять же, независимость тоже сразу проглядывается, потому что у нас есть четко разделение по компонентам. Хорошо. Парадокс. Парадокс. Ну, хорошо, давайте упоминяем парадокс этот. Мы только что упоминали, что ли, да? Ну почти, но мы же его не сказали. Нет. Почему сказали же? Так вот, в чем парадокс? Значит, пусть у нас есть, опять же, линии времени, и пусть у нас... Значит, мы пришли в момент времени Т, а? Значит, и опять же мы говорим, что, ага, если автобусы приходят как плацовский процесс, ну, значит, следующий автобус придет через Пси от Т большого, которая экспенсиальная, шикарно. на самом деле, если нас интересует, ага, а сколько времени прошло с последнего автобуса? Ну, простым разворотом времени, или, просто повторяя доказательства, то, что, опять же, это называется уже недоскок, то есть, если Пси от Т, это перескок, то это обычно называют недоскок, по-моему, Фи уже для этого используют, или это, или это, я не помню. Вот. Оказывается, что недоскок тоже имеет экспенсиальное распределение. Но тогда получается, что, если мы фиксируем, когда мы приходим, тогда время между приходами двух автобусов получается, почему-то, сумма экспенсиальных. Сумма двух экспенсиальных. Хотя, скажем так, в нашей модели времена между приходами автобусов это одна экспенсиальная случайная личная. А тут получается сумма двух, ну, то есть, гамма. Получается, гамма. Два лямбда. Почему-то у нас удвоилось время. Просто потому, что мы зафиксировали человека, который ожидает автобуса. Вот. Тут, так сказать, парадокс и в этом парадоксе намек. То, что все сложно. Вот. Хорошо. Ну, что, пойдем дальше. Почему так? Подождите, пожалуйста. Я тоже ничего не понял. В смысле, у меня есть гипотеза, но я что-то, я подумал, что это просто всего того, что эти штуки сильно зависимы между собой или нет? фи, они между собой независимы? Они независимы, да? Сейчас, сейчас. У меня дикое ощущение, что они независимы. Я, возможно, дико не пах. Я просто не знаю. Я сейчас, не знаю. Не, может быть, не готов я. не готов я. Я тоже не готов. Ну, надо посмотреть, что бы взять да попробовать, порасписывать то же самое все, написать. Это больше т, то больше икса, что получается? Одна больше икса, только больше икса, и вперед. Но почему нет? У нас есть такой вопрос. Там в любом случае возникает вопрос типа, что ну, по-моему, не, наверное, они независимы все-таки. Убрал Тимофей, мы все на это смотрели. В любом случае у них в обоих экспоненциальное распределение с параметром лямбда, да, и математическое ожидание там получается один на лямбда, один на лямбда. Да. Согласен с вами, ладно. В среднем в приходе должно было быть один на лямбда, а тут получилось два на лямбда. Ну, типа вроде бы что к чему? Вроде бы они независимы. Но поскольку я, ну, опять же, я плохо помню, по-моему, когда мне объяснялось, суть была именно в том, что у нас есть дополнительная информация, что в момент времени Т автобуса нет. и вот ровно это как раз и в каком смысле удваивает время. То есть просто потому, что мы такие пришли и автобуса нету, и поэтому времена между этими двумя автобусами увеличиваются. наверное, я раз 50 уже подходил к этому парадоксу и раз 50 придумывал ответ. Сейчас, наверное, еще раз получится. Ну, очень похоже на то, что ты сказал. Пошел. Ну, как-то там было прям максимально... Так, а что, распишем? Давайте хотя бы для первого скача. Не может быть тут просто, что у нас действительно скачки, то есть время между приходом это просто экспонента, но экспоненциальное распределение имеет. И мы где-то в середине смотрим, что действительно вот у нас экспоненциальный будильник не зазвонил. То есть дальше, ну, интуиция, если мы действительно на одну такую штуку будем смотреть, то есть после этого он зазвонит с экспоненциальным временем. То есть а до этого сколько вот он был? У нас информация уже известна, что он не звонил. Ну, это не экспоненциальное распределение, это что-то с условием. Да. То есть не совсем два таких должно быть. То есть если просто абстрагироваться от того, что там плосон какой-то или что-то еще, просто вот одно экспоненциальное распределение. Как-то с этим может поиграть? Не знаю. Да, ну, в смысле это получается вообще, если это первый скачок, то там не будет никакого экспоненциального распределения, да? Да, да. И никакого парадокса по факту нет. Там Т вообще будет. Типа у него не... Давайте найдем распределение это, что мы сидим просто слушать. Да, давайте. Подумаем. Значит, ну, по-моему, логичь, что ли. А, именно хотя мы распределение это? Да. И даже нельзя сказать, давайте развернем время и все хорошо. Нельзя сказать. Если там был один скачок, то это вообще будет распределение просто оборудовательное. тогда сразу распишем параллоги. Так. Хорошо. Значит, что это означает? Это означает, что SN у нас меньше или равно T. Что это еще означает? SN плюс один больше T. Все подряд давайте запишем. SN плюс один больше T. И мы знаем, что так не доскол. Ладно, если просто напишу. T минус SN больше X. Получается меньше чем T минус X. Положительный значит можно расписать. Так. Ладно. Снова туда пойдем значит по плотности SN тогда что ли? Ага. SN у нас должно идти. Ага. Значит, оно будет от 0 до T минус X. 0 до T минус X SN Z. Так. А значит, это последний скачок. Мы знаем, что А, ясно. То есть, вот это нам просто не надо, потому что оно скопывается. Нам нужно, чтобы последний скачок как раз был больше X. То, что нам нужно. То есть, фактически нам нужно, YN плюс 1 было больше X. Нам нужно, чтобы он был больше, чем T минус Z. Да, извините, извините. То есть, Z. Ага. Значит, вероятность то, что Z U.S. 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 автоматически больше к собой да сейчас ну да поставить самую плохую точку это минус x у нас будет x да 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 опять все расписываем я пишу ляда не альфа буду продолжать здесь есть не минус лямда так и степени лямда z сократилась и в прошлый раз она уже сокращалась хорошо что у нас выскакивает у нас выскакивает есть степени минус лямбк это все выскочила тут остается z в степени n с1 tz 0 до t минус x так и здесь у нас t минус x степени n делить на n так значит это у нас просто получился материал но будет отвечать за полосом то есть это у нас n материал и есть не минус лямбда t это просто как раз полосомская часть да 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 я альфа где-нибудь забыл если лямбда где-нибудь забыл вроде нет все 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 же правильно или нет или вот если вы это взяли ну ладно так хорошо так и просто остается c минус x нет ну получилось что-то не то явно не то что хотелось да значит это не специально или где-то мы наврали е минус лямбда t вон она все правильно даже вообще прям распределение это не получилось t минус x степени n это не похоже на что связанное с вероятностью давайте просуммируем по n а если по n просуммируем что получится вообще t минус x степени n вау да да если по n просуммируем получим экспонент уже как раз хорошую какую-то да ага ага то что надо получим да а хорошо значит это от t больше x собственно сумма по n от 0 до бесконечности лямбда n это материал а собственно можно сразу лямбда на t минус x степени n ну по крайней мере уже точно можем сказать что они зависимые да да получается вроде бы да ага что должно быть вообще логично так е степени лямбда t минус x а е степени минус лямбда x ага ну то есть специально да все хорошо вот то есть как минимум это t у нас сейчас а так а зависимость ну да получается получается зависимость а а интересно так еще одну-ка ответ быстро рассказали парадокса даже если они независимы но все равно смысле мишну идею надо просто развить до конца да и все да то есть у филера там чуть-чуть другой да ведь там чуть-чуть по-другому именно если приходишь в равномерный момент времени или с экспоницией ну ладно другое вообще ну то есть да получается что именно что значит количество успехов до t зависит от ненасколько поэтому фактически мы и говорим что ага насколько это было успехов потом в момент времени t ага там там нет там ничего не пришло поэтому на нужный раз обновиться и снова еще да получается никого парадокса да ну опять то есть фактически это и есть оно что мы знаем что в момент времени t с вероятностью 1 ничего не пришло да именно так и еще раз это просто получается типа те распределения условно-экспоненциальные или что я чуть ничего не понял просто не идея вот типа у нас есть экспоненциальное распределение если вы подождали час то вам ждать еще все равно столько же да я согласен вот но и тут получается из-за того что перескок и недоскок оба ну в короче из-за того что мы можем посчитать распределение недоскока то мы можем типа прикинуть сколько было времени до и получается вы приходите и спрашиваете а сколько ждать еще а ждать оказывается столько же но сколько-то уже прошло времени да так нет криво объясняю ну и вот из-за этого получается его в 2 раза больше типа я в смысле такую интуицию я понял но почему-то я не мне слабо мне все равно не верится не могу понять получается ну относительно просто вот так скажу приходят они по экспоненциальному распределению да вы получается если вы пришли после 10 минут то вам сдачи то же самое экспоненциальное распределение да нет я понимаю да конечно вот а это означает что автобус уже дольше двигается чем это экспоненциальное распределение да 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 ну вот и все и отсюда это все и получается то есть никакой вообще парадокс просто запутали нас и все а у феллера там по-другому там именно либо ты приходишь либо ты ждешь там короче по-другому ну вот она не форме стремишь не я думаю дальше после три будет это тимофей вячеславович а сколько у вас еще времени уже час прошел я пошел было озвучено что нам рассказали самое нужное здесь но я бы все-таки пометочку я что после равномерного распределения и первого определения полосу самое нужное будет там ну одно из самых нужных именно взаимосвязь с равномерным распределением это в курсе теории вероятности нет а можно я пожалуйста еще все таки на эту тему хочу пару вопросов задать вот смотрите мы знаем что если мы сложим это и пси мы получим игрек но с каким-то случайным номером да как бы условно да или нет игрек с каким-то случайным номером я послушал если мы сложим на недоскок и перескок мы получим игрек с каким-то случайным номером из-за случайности номера один из-за случайности номера меняется его распределение это если с точки зрения на математике просто да да и то т плюс все это и грек единственная разница между игрек один и игрек случайным номером будет случайный номер да разница именно вот ну все ладно я вот этого не мог понять типа почему именно интуицию я понял я не мог понять почему меняется ну ладно я почему-то шел медленнее чем я ожидал наверное потому что вопросы есть обсуждение это прекрасно вот но давайте перейдем к одному из самых важных собственно если у нас так ну это дополнительное свойство равномерное распределение тут я думаю а я бы остановился ну потому что в обратную сторону это не совсем очевидно да а эксисайз прочитаете тут есть свойство что если у нас равномерных случайно равномерных независимых причин в отрезке а b если мы возьмем ну давайте напрямую это все понятно то есть то что тут написано у нас есть отрезок а b мы сколько-то на удачу кидаем здесь равномерных независимых причин скажем n собственно если мы возьмем некий c если мы посчитаем сколько из этих точек попала в левый отрезок вместо того чтобы попасть в правый у нас получится переменное распределение интересное другое что есть в обратную если мы кидаем независимых точек нет тимофей вячеславович никто про независимость не сказал а нет независимость а сейчас там независимость так как так вот все а где там если n случайных величин таких что z для любого c то а точек нет зависимости да докажите что независимый и равномерный то есть если мы бросили n точек и так получилось что для любого c количество точек внутри отца воспринимать как биномиальное начать что эти n точек были независимыми равномерными на б но опять же так как время у нас ограничено и я вообще не готовился к этому вопросу потому что ну не знаю но это же не будет я я я не готовился решать это упражнение честно говоря но давайте давайте на будущее отметим это упражнение хорошо марина ты сказала что этого не но конечно не говорил это не использовал я думала мы все я понял я по не забегайте вперед мы сейчас первое определение полосона введем и потом этими свойствами попользуемся нас на славу а это можно мне пожалуйста теперь еще для тех кто отвлекся надо перерывы делать час пошел делать передовые хочу о каком свойстве вы говорите а свой стерномерных распределения то что их можно задать эквивалентно через биномиальное то есть мы обсуждаем то что то есть если вы сдали каких-то n точек на отрезке если для любого c количество точек в отрезке отца распределена как биномиальное я означаю что оригинальные n точек n сучащих вещей нас блин как независимые и равномерные не думаете что просто в лоб надо просто брать досчитать нет не неправда но у меня тоже так кажется сейчас это утверждение будет использоваться просто его не готовился доказывать да и перерыв нужен но видимо я так понял что надо бы закончить инструкции по постановскому процессу а потом двигаться к самой лекции хорошо и так опять же что такое постановский процесс напоминаю это ну и первое первое с под первый способ задания постановского процесса у нас есть вот эти счетчики времени мы их почерпо запускаем они имеют специальное распределение и постановский процесс это как раз количество успехов к момент к фиксированному моменту времени для этих не отрицательных моментов времени собственно тут есть много замечательных свойств во первых то что если вы разобьете все трески времени на какие-то отдельные не пересекающиеся отразим вот у нас допустим начали мы в нуле если вы будете брать какие-то не пересекающиеся отрезки времени то количество событий на этих отрезках получается независимым опять же это все связано с отсутствием информации по свидетельству то есть каждый раз скажем этих отрезков вы можете перезапускать в полностью время и но не не будет зависеть от перестали вот но опять же здесь все проходит ровно через то что мы как раз обсуждали то есть берем фиксируем это времени и перезапускаем опять же так может сейчас болтаем поэтому я надеюсь что это уже тут есть так а теперь мы приходим как раз к важному свойству процесса собственно если у нас пусть у нас от 0 до как только мы зафиксировали количество точек имеет то же самое распределение что n равномерное распределенных случайных величин на отрезке 0t который мы просто упорядочил фактически давайте по обратку пусть у нас задан отрезок от 0 до т мы хотим смоделировать на нем полосон полосонский процесс как то что мы делаем мы сначала разыгрываем полосонскую случайную величину который будет задавать общее количество точек в этом отрезке потом мы эти n точек на угад бросаем этот отрезок смотрим кто из них первый кто второй кто третий и так далее и мы получаем полосонский процесс и это собственно и есть один из довольно удобных способов моделирования по словам процесса ну видимо самого удобных вот и искать под конец я просто так это шикарный комментарий так если просто упомяну что есть еще два способа задания по полосонского процесса но я их только упомяну разбирать не будем второй это просто говорить о каждом отрезке каждого отрезки у нас всегда полосон параметр зависит от длинной отрезка и соответственно количество точек в разных непресекающихся отрезках независимое как только вот такое сделали это снова полосон и третий способ задания давайте сначала скажу по третий способ задания третий способ задания полосонского процесса это так сказать через импидизимальное уравнение через импидизимальные вероятности то что полосон это на самом деле локально довольно простой протез то есть как можно во времени определить полоса вот например зафиксировали точку т и локально если мы выберем маленький отрезок т т плюс h то есть h маленькая то с большой вероятностью у нас может быть только два варианта либо у нас вообще не будет точек в отрезке т т плюс h либо будет ровно 1 вероятность этих событий соответственно 1 минус лянда h и лянда h отсюда лянда как раз получается у нас то есть лянда говорит нам интенсивность или скорость появления этих точек и все в том что на импидизимальном уровне у нас может появиться только одна точечка в силу чего у нас все довольно регулярно полосонский процесс у нас выглядит как ну кусочная постоянная кривая которая все время прыгает с пятностью 1 на единичку вверх то есть фактически если мы смотрим на n на t мы все время оп скачем на 1 скачем на 1 вне зависимости от того как мы задаем либо эпидизимально либо через количество точек в отрезке либо через наши счетчики все одно вот ну и собственно чем хороши чем хороши второе третье определение второе определение хорошо тем что если нам нужно просто количество успехов не надо думать но количество успехов в отдельном отрезке не думать никаких специальных просто говоришь пасом я бы еще просто добавил что второе третье определение не зависит от размерности и на самом деле мы здесь можем говорить о пасоновских полях да 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 согласен то есть как раз второе определение когда серьезную нам рассказывал про многомерные пасовские поля как раз вот второе определение через количество точек в области это пасон да то есть какой бы мы не взяли множество но и также через инфинитизимальный подход то же самое получается но если я захочу например промоделировать скажем пасоновское поле на плоскости каким образом это тоже делать то есть тоже такой комментарий маленький сделать пожалуйста то есть если мы хотим на какой-то области задавать пасоновское поле мы фактически можем просто говорить что а вот на всех отдельных этих участках какое-то количество точек а какое-то количество точек это будет пасоновское распределение ландо умножить на меру меру этого какого-то множества а не ги все таким образом можно задавать точки какой-то области таким образом моделируя наш пасон ну там нас типа взять ограниченную любую область взять ее меру чем какую угодно эту меру не обязательно ли бегать у которую хочешь если хочется моделировать что-то другое будет что-то другое собственно все эти всякие как там ядерных штуках там другие меры есть посчитать пасоновскую случайную мельчину с этой интенсивностью меры равны это будет количество . потом их нужно равномерно распределить в той самой области только не обязательно ограниченной области правильно тимофеевич стал очень просил область конечные меры это что такое ограниченная область ограниченную область этого будет которую в шар можно вписать ну да но это же не все области конечно не всякого Хорошо. И, собственно, последние два комментария, которые тоже нам понадобятся, и которые упоминал, конечно. Это два прекрасных свойства полосновского процесса, которые мы уже упоминали на полосновских случайных причинах. Если мы складываем независимые полосоны, у нас там получается полосон. И если мы задаем марки нашим событиям полосновским, каждый раз независимо, нечего, тогда мы распиливаем, разделяем наш полосновский процесс на независимые полосновские процессы. Поэтому, например, когда мы рассматриваем соснограф, и мы задаем счетчики времени из каждой точки, например, ну, не из каждой точки, из каждой точки, которая может распространить слух, что-то такое, мы фактически все время можем жонглировать с точки зрения вероятности между следующими словами. Мы ставим в каждой точки отдельный независимый полосновский процесс, или, что то же самое, у нас есть один полосновский процесс на весь граф, и просто каждый раз, когда этот счетчик выдает новое событие, с какой-то вероятностью это событие приходится на одну из вершин графов. Поэтому в зависимости между этими, ну, все можно моделировать сразу, поэтому с вероятностью это пространство вообще, все прекрасно, и, я правда не знаю, на случай бесконечных графов это как-нибудь хорошо распределяется, нет? Вот, ну, не важно. Точно так же, как и на случай бесконечной последовательности. Да. Как любой последовательности. Ладно. Думаю, мое убедение по словамские процессы тут можно закончить. То есть, с разной интенсивностью мы не расскажем ничего. Разная интенсивность? Ну да, там же есть тоже приписка в конце, что если, допустим, интенсивность, это есть некоторая функция, то есть тоже такие полосновские процессы. А, неоднородные полосновские процессы? Да. Ну, то есть, опять, хорошо. Если это интересно, просто... Просто показать, что такое и есть, такой объект сам по себе. И, опять же, то есть, напоминаю, третий способ задания, такой эпидезимальный, где мы говорим, в каждом маленьком отрезочке у нас интенсивность лямда для того, чтобы появилось событие. Здесь мы говорим, что лямда константная, то есть у нас константная интенсивность. А мы, на самом деле, можем рассматривать более веселые случайные процессы, где у нас эта интенсивность все время зависит от времени. Поэтому каждый раз мы, когда мы фиксируем T, мы с какой-то интенсивностью лямда T у нас появляются наши новые события. Это более сложная моделька, с ней чуть сложнее, но она интересная, она получше, она более общая. Да, ну и получается, когда мы действительно обсудили вот эти двумерные полосоновские поля, чтобы смоделировать точки с разной интенсивностью, нам нужно просто функцию лямда от T нарисовать, разыграть равномерно, получается, точки, то есть, ну, сперва разыграть, сколько точек у нас есть на отрезке, разыграть равномерно их расположение, потом в каждом расположении разыграть равномерно, получается, равномерную случайную величину, которая, если в значении которой будет меньше, чем лямда T в этой точке, то это скачок нашего полосона. Ну и если нет, то нет, не скачок. Без картинки, я думаю, это и так непонятно. Ну там и второй способ, у него есть задание, там тоже можно посчитать полосоновскую величину, ну, количество точек это полосоновская величина с интегралом только там будет, а не просто лямда T. А потом нужно не равномерно их размещать, а согласно плотности уже, где плотность это будет вот эта интенсивность поделить на интеграл от всей интенсивности по тому самому отрезку. Это про одномерный случай вы говорите? Да, это. Ну и Михаил Георгиевич тоже про одномерный случай говорил, он говорил, как с помощью... Я просто не расслышал, да, 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 да. Как с помощью теории двухмерного замоделировать одномерный. Ну и там дальше есть, собственно, процесс Кокса, называется он, это когда интенсивность лямда T это уже случайная функция, это тоже сам по себе случайный процесс. Ну и дальше есть еще вот эти self-excited processes, это когда интенсивность уже зависит от самого процесса. Ну и вот эти процессы гибели рождения там тоже есть, когда зависит от самого процесса. Там где МДК будет стоять, где К, это значение того самого. Вообще нету 2 миллиона 600, 3 миллиона 600, и некоторые из них до сих пор даже не изучены. Ну на практике как раз таки, когда мы доказываем какие-то предельные утверждения и так далее, очень часто нам имеет важность именно внутреннее моделирование, то есть как можно задать это моделирование. И благодаря этому заданию можно много чего доказать. Ну по крайней мере что-то предельное. Ну надо сказать, наверное, типа разнородная интенсивность, она важна, когда есть разные временные интервалы, там утро-день, утро-день, или выходные, будни, будни, и вот это вот все. Тогда интенсивность она уже разная, и получается, что когда-то должно быть много приходить, когда-то мало и так далее. Не должна быть она постоянная интенсивность. Если мы говорим об автобусах, да, то утром и вечером автобусы должны ходить почаще, чем ночью, уж точно. Да. Может быть и днем. Что будем делать мы сейчас? Мы сейчас будем делать перерыв, или Марина нас сейчас всех взбодрит, и нам перерыва не надо? Я думаю, что на 5 минут можно прерваться. Хорошо. 18.25 мы тогда продолжаем. По новосибирскому времени, то есть через 6 минут. По новосибирскому времени, да. Хорошо. Спасибо, Тимофей Вячеславович, что надо похлопать. Да, спасибо. Давайте поблагодарим. Вы что слышали? Спасибо. Так, тогда я уберу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 и на заметках. Сейчас попробую это сделать. Где же идея Евгения Игоревича делать доклад на планшете полностью? Это не так весело получается. Прикольно, что слайды можно сразу посмотреть. Да, я про это. Ну, в той программе от Майкрософта, где Евгений Игоревич нам делал, там можно было тоже эти слайды вставить как бы поверх фоном и по ним писать. Ну, это так. Наверное, можно. Собственно, благодаря Тимофею Вячеславовичу мне не придется сейчас повторять, что такое процесс полосона. И я думаю, что не стоит повторять, что такое терминологию из теории графа, которая там упоминалась, потому что сегодня речь пойдет о самом бросном случае ненаправленного полного графа. В гонечных лекциях называют его КН. К, не знаю, чего, от слова комплит, наверное. А вы видите, что я ввожу? Ага, видите. Хорошо. Собственно, модель, о которой пойдет речь, это модель распространения слухов на полном ненаправленном графе. Полный — это значит, что любая вершина связана с любой другой ребром. Вот так. Как-то он по-другому по-русски называется. Комплит — это да, а по-русски что-то он неполный, нет? Как-то... Ну ладно. Есть связанный, есть полный. Это разное. Вроде комплит — это полный. Нет? Разное, да. Личер, транслейшн, комплит — это полный, согласен. Что-то как-то режет слух немного, это полный. Не знаю, я всегда называю... Ну, вроде бы надо называть полный. Всегда называют полный. Да, все, все, все. Так, давайте я его обратно нарисую, но не буду рисовать все... все... эти... ребра. Еще я путаю слово по-русски ребра, так что... Я забываю, как по-русски ребра и узлы, так что... извините. Так. Если он комплит, то надо же все рисовать. Давайте я просто ненаправленные ребра нарисую, чтобы было несложно. Чтобы... Вы просто представьте, что там везде все ребра есть. Ну ладно. Сейчас будет просто мешанина. Короче, есть у нас полный граф из N узлов. Процесс расформления слухов построен следующим образом. В начальный момент времени какому-то узлу... В общем, этот граф он моделирует типа какого-то сообщества, наверное, допустим. Это... и в начальный момент времени какой-то узел, без разницы какой, U знает некотор... Ой, нифига, не видно. Знает некоторую информацию. Блин. Знает некоторую информацию. Потом... А, и с каждым узлом связан с полотсоновским процесс... С... Вот рейд по-русски это интенсивность. Я тоже все время забываю слово интенсивность. Короче, каждому... Каждой вершине V из множества рёберса поставлен полотсоновский процесс V с интенсивностью один. Эти процессы между собой независимы. И в момент скачка полотсоновского процесса каждый узел выбирает из всех остальных узлов, в том числе и себя, один... Ну, один узел, которому сообщает информацию, если она у него есть. То есть после первого момента времени информацию знает только узел U и в момент скачка полотсоновского процесса NU он сообщает какому-то из остальных N узлов свою информацию. Вот. Минус один? Нет, себя, в том числе себя. То есть он может себе сообщить. Вот. Если... Ну, понятно, что если какой-то узел уже знает этот слух, он его сообщает, то ничего не меняется. Вот. Итак, вот, например, какому-то сообщил узлу... Блин, я вот с выбором садов вообще не готовилась. Сообщил узлу V. И у V тоже есть какой-то полотсоновский процесс, который у нас сопоставлен. И он тоже начинает со всеми столями делиться слухом, который они знают. И так постепенно они все что-то узнают, узнают эту информацию. Наверное, синий было использовать? Нет, зачем зеленый? Получается точно такими. надо было синий. Он же равносильный стимулятор. Сейчас нужно узнать, что это было за синий. Наверное, вот этот. Хорошо, спасибо. V. Вот. Он, типа, сообщил в скачок N, U, сообщил информацию V, и, соответственно, потом они дальше уже, независимо друг от друга, сообщать всем остальным информацию, которую они теперь оба знают. через какое время получается U сообщил информацию V? Это получается скачок N, U. Ну, экспоненциально получается с параметром 1. И в данном случае данная соединица это получается экспоненциальная с параметром 1. Да. Первое сообщение оно было с экспоненциальностью с параметром 1, и пофиг, сколько у нас там вершин, сколько еще было по сути, на них фиолетовым, просто ждали экспоненциально с параметром 1. и он мог сообщить это любой вершине, в том числе и себе, но он сообщил это V в данном картинке. С вероятностью получается N-1 делить на N информацию уйдет, а с вероятностью 1 на N она останется в U только. Да. Ну вот, потом процесс продолжается, и собственно нас интересует тут написано. А может пока далеко не ушли, вот еще раз уточнить по поводу модели. С каждой вершиной связался полосновский процесс, и его нужно интерпретировать то, что каждая вершина выбирает равномерно какую-то другую вершину, и каким боком здесь интерпретается полосновский процесс, то, что скорость передачи другой вершины это скачок какой-то, правильно я понимаю? Нет, давайте вот, Дим, я сейчас нарисую, как я это понимаю. вот у нас есть полосновский процесс NU от T. Он типа вот такой, вот такой. Начальный момент узнает слух, проходит какое-то время, экспоненциальное. В этот момент он выбирает равномерно из всех остальных, ну, из всех ребер выбирает, наверное, плохо вот так, из V1VN он выбирает, кому сообщить этот слух и сообщает. Вот. Потом проходит, и тот уже знает, и для него, для этого выбранного какого-то V из этого множества, у него уже свой процесс NV, тоже вот такой вот, и независимый от NU. Хорошо, Марин, только давайте его так же нарисуем прям под ним. Прямо под этим, в смысле, чтобы у него оси аптис, да? Кручеша. Вот выбрали этот V. У него какие-то уже другие, наверное. Да, пусть они широкие будут, хотя они все должны быть примерно такие же, да, потому что интенсивность они одинаковые. Ну, так случилось. Ну, ладно, так случилось. И хорошо бы отобразить E1 вниз, именно тоже спроекцировать вот E1, который U, тоже спроекцировать вот так? Да, вы уже не понимаете то же самое. Не знаю, что вы хотите. В другую точку пришло, да. Ага. Вот еще получается, мы подождали момента E1, вот этого. U сообщил V. Что происходит дальше? Согласно вот этим двум картинкам. Теперь оба знают этот слух. Ага. И мы ждем... Независимо друг от друга в следующий момент, вот этот вот, N, U, ну, узел U снова кому-то сообщает слух. Либо. Не либо, а вместе с этим V, который теперь тоже знает слух, тоже сообщает его. кто из них первой сообщит, мне кажется, по вашей картинке сообщит первый... Первый V. Получается, мы сначала U рассказал V, да, мы ждем следующей реализации просоновской случайной, ну, просоновского процесса одного из двух, уже одного из двух, да, дальше мы смотрим только на U, теперь мы смотрим на два процесса, U и V, и смотрим, какой из них следующий первый скажет. Ну, и получается, по нашей картинке следующий скажет V. А это же не совсем правильно, свойство забывания информации или как оно там, то есть, независимо от того, когда V узнал, нужно подождать примерно столько же, сколько мы ждали для U, чтобы сообщение передалось. По распределению, да, но получается, нам теперь нужно смотреть на минимум из них, да, и это уже будет другое. Да, мы говорим. Ну, мы видим из двух экспериментальных новых экспериментальных даминоза гепаратин. Ну, с другим правилом. Ну, с другим правилом. Другим правилом. Мы сейчас смотрим немного сверху на это все, да, и мы с самого начала уже доисовали реализацию пассоновских процессов. Она у нас уже есть, да, и мы, как бы, уже смотрим не на случайные величины грубо говоря, а уже смотрим на пусть у нас есть реализация, что тогда произойдет, да, грубо говоря, просто мы нарисовали вот эти реализации, у нас случайность вообще вся ушла. Настолько равномерность осталась, которую мы не рисуем. Если бы мы рисовали поочередно, мы бы сначала нарисовали первую экспоненциальную, да, у нас все У появилось, У рассказал У, и мы уже начали бы с этого момента рисовать опять новую экспоненциальность с одинаковыми распределениями и смотреть, кто из них первое скажет. Ну, я не вижу особого смысла рисовать на одной картинке, это нет? Да, ну, по распределению то же самое будет. Просто именно, что немного как-то некрасиво все-все, как получилось. Ну, это же тоже то, что было сказано вот сейчас, что рисовали бы с того момента же времени. То есть, как по мне, ну, завели один экспоненциальный будильник, он прозвенел, слух передался, завели два будильника, соответственно, ждут, кто из них первый прозвенит, то есть, слух передался, да, ну и так далее, то есть, мы эти будильники добавляем, добавляем, добавляем. Ну, да. И это будет одна и та же по распределению реализации. Да, да, да. Ну, да, да, да. Реализация, естественно, будет разной, но по распределению они будут знаков. Понятно, Дмитрий? Почему я говорю, Марина, вперед. Да, да, вопросов пока больше нет. Спасибо. Точно? Точно? Точно. Главное, что у тебя модель, понятно. Тут все вроде нормы. Да, и может быть, у кого-то еще вопросы есть, то есть, вы не стесняйтесь, у нас просто, ну, Дима-то мы знаем, что не стесняется, а вот других как-то не слышим студентов. Анастасия, будем третировать. Я здесь. Что скажете? Ничего. Ну, нам нужно сказать, что все понятно. Все хорошо. Хорошо? Марина? Хорошо, спасибо. В общем, вот, и, собственно, интересует нас момент, момент, когда все члены этого сообщества узнают этот слух, когда они все, когда им всем кто-то скажет, что произошло. Ну, типа, этот сказал этому, вот этот этому, и так, и так далее. Это ТН. Первый момент времени, когда все Н узлов знают слух. будем на него смотреть. И вот, типа, я тут вчера думала, с одной стороны, ну, чем больше времени проходит, тем больше вершин знает слух, и тем быстрее должно распространяться. Но, с другой стороны, тем меньше остается вершин, которые его еще не знают. ваше скорость посерединке? Я, в смысле, не понял пока противоречия Марининову, которому она Ну, не только противоречия, я просто думала, типа, ускоряется ли распространение слухов, или не ускоряется? Ну, да, вроде должно распространяться, ускоряться. У тебя параметры... Тимофей Вячеслав сказал, что оно посерединке будет самое быстрое. Ну, когда уже зная слух довольно много людей, будет довольно высокая вероятность для многих из них рассказывать тем, кто уже знает. Да, я про это. А, я понял. С другой стороны, они могут сообщать тем, кто уже знает. Ага, понятно. Если один остается всего лишь, да, это получается с вероятностью единицы на n его будут выбирать. Да. И даже если там интенсивность будет довольно часто, его каждый раз выбирают с единицы на n. Да, но его выбирают n-1 остальных посередине. Ну, ну, в смысле, грубо говоря, это уже можно рассматривать, да, на то, что у нас есть зараженные, не зараженные, те, кто знают слух, и один остался, да, и все те, кто знают, они каждый раз пытаются высказать, 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 и они с вероятностью единицы на n только попадут к тому последнему. Но при этом они достаточно часто высказывают, да, у них интенсивность минус 1 лямбда. А где реально середина будет? Можно так сходу это понять или нет? Я просто вспоминаю доказательства, где как раз. Там же в точности считалось это, в смысле, прямо еще полностью считалось, xn там считался, и находилось одно распределение, получилось бета-распределение, если я не помню. Бета-распределение, если я правильно понимаю, ну, может быть, я вообще не пах. По-моему, там оно было. Я вообще чуть не понимаю, о чем речь идет. Я сегодня читал лекции, и я не помню. Да. Я, может, не пах. Ну, то есть, скорость успешного распространения слуха новому человеку, она а зависит от того, сколько людей распространяют слух, и б, сколько еще не знают. Давайте посмотрим. Эти коэффициенты перемножаются, и понятно, что самое большое это значение, когда они пополовинке, то есть, они пополам. Наверное, я не знаю. А, я понял, о чем вы говорите. Да, там, типа, k на n-k, где умножалось доказательство? Да, давайте дойдем до этого. Там как раз это и есть. Там экспоненциальное распространение. В общем, вот, такая модель. Сейчас мы будем сравнивать ее с другой. Ее с другой. Следующая модель, модель, о, господи, сейчас я вам скажу. First passage percolation это первое просачивание. Да. Как это по-русски? Ну, Сергей Георгиевич так говорила, да? Ага. Снова у нас есть то же самое. Просачивание. Да, да, да. Я думаю, это один из того, что не надо переводить, да? Но это он всегда и говорит, он говорит, это пример того, что не надо переводить на русский язык, да. Давайте percolation. Такое слово в русский тоже есть. Собственно, у нас снова есть тот самый полный граф, ой, ненаправленный. И тут тут другое у нас происходит. У нас каждому ребру x, y сопоставлен вес w от x, y, который распределен экспоненциально с параметром 1. Все веса, вес либо длина то же самое, они типа тоже независимые для разных ребер. Что мы делаем? Снова фиксируем ребро u и смотрим d и смотрим минимальное расстояние в смысле веса ребер в пути, которое между вершинами u и v. Такой или такой или такой. Собственно, не буду переписывать определение. d от u и v это минимальное расстояние между вершинами u и v. это максимальное по всем вершинам расстояние между путь. Короче, это максимальный путь между двумя ребрами. От u до всех остальных ребер. То есть у нас каждому ребру, каждой вершине, кроме u, от u до каждой другой вершины есть минимальный путь. И мы смотрим на максимальный из них. Ага. Типа, получается, d, u, v можно интерпретировать как, типа, ну, условно, вот если с прошлой моделью аналогию проводить, это время распространения слухов от u к v, да, если, типа, время распространения экспоненциальные независимые. А d, u, это, получается, в точности будет время, когда все узнают этот слух. Ну, об этом дальше сейчас будет говориться, да. Ага, прошу прощения. Типа, это то же самое, ну, там, до точности до этого, до масштаба. Ага. Вот, собственно, тоже, типа, понятно, что происходит. Если вам непонятно, давайте обсудим. Ну, если, собственно, сейчас будете говорить об этом масштабе. Да. Вы правильно сказали. d, u, v, это время, когда от u минимальное время, от u дойти до v, да, а d, u, это минимальное время, когда из u дойдут во все другие точки. Да. Получается, что так. А тут как предполагается, то, что путь, который начался в u, проходя через вершины v, оставляет информацию в промежуточных вершинах? Тут он ничего не оставляет, короче. Он просто идет. А я просто... Ну, на самом деле, оставляет, оставляет, оставляет. Это вот то, что Дима говорит, это учтено в этом максимуме или в минимуме верхнем. Ну, типа, если ты уже прошел через какую-то вершину, то либо там уже есть информация, но либо ты сейчас ее оставишь. в силу вот этого минимума. Тут можно сказать и оставляет, и не оставляет, и оба ответа будут правильные. Можно нарисовать три вершины и попробовать это самое. Для трех вершин просто нарисовать все случайные величины, которые есть, и сразу все понятно, я думаю. Я просто почему вопрос этот задал, то, что Паша сказал, в u интерпретируется как время, когда все вершины узнают эту информацию. Вот к этому вопросу. Почему это так? Потому что дальше про это будет два слайда и полчаса обсуждения. Да, я понял, но, может быть, интуитивно это можно уже как-то сказать. Интуитивно, потому что, Дима, ну ты же смотри, d u v это время, за которое, даже если промежуточные вершины ничего не делаешь, от u к v дойдет слух, а потом ты по всем возможным вершинам берешь максимум. Значит, до всех уже слухи дошли. А, все. Да, да, да. Все. Хорошо. Я немножко не так понимал, но, да. Спасибо, Паша. Молодцы. Но на самом деле... Да, в смысле, да, но там на самом деле вот так же. Нет, правы, но там еще есть умножение на масштаб. Если вы сейчас еще интуицию к умножению к масштабу... Ну, давайте сейчас уже тогда поговорим. Смотрите, первые модели у нее, кроме того, что мы просто идем из u v, у нее еще было выбираем равномерно среди всех. Да, у нее сначала типа ждем экспоненциальное время, а потом равномерно выбираем среди всех. Это то же самое, что идти до одной случайной величины, просто экспоненциальное время с меньшим параметром. Параметром 1 на n. Ну да. Параметром 1 на n. Да, да, да. И отсюда эта n и возникла, да? Вот оно отсюда из точности возникает, что сейчас мы просто идем из u в другую за экспоненциальное время, а раньше мы шли за намного меньше, чем просто экспоненциальное время, а именно вот из-за этой всей случайного равномерного выбора. Отсюда берется в точную... Собственно, там так это и объясняется. Там вот первая модель, вот эта, она на вершинах. Потом строится ей эквивалентное, которое уже на ребра, ну типа ребра... Господи. Ребрам приписываются процесс фосон. И потом вот приводится это к fpp. Так что вы все правы, да, все так. Ну и то, что умножение, да, точности оно на n. А это правильно? Правда вообще, что если взять экспоненциальную случайную величину, умножить ее на равномерно на вернули с параметром единицы на n? Что-то херное какое-то. А что вы хотите сказать? Я не понимаю. Да, я тоже не понимаю, почему вернули. На что нужно умножать? Типа вот у нас в первой модели между u и v, да, была следующая махинация. Ждем экспоненциальное время, потом равномерно. Ну а эквивалентная же ей модель, когда вы запускаете n-1 или n пласоновских процессов в интенсивности 1 на n. Мы же потом так будем делать, да, насколько я понимаю? Да. Да, по-моему, уже дальше, да, или 100, но нет, я не прав. Ну, это в точности соответствует вот этому выбору, типа, запустить n пласоновских процессов единицы на n, это все равно, что взять и здесь, в этой модели веса единицы на n приписать все, Давайте вот экспоненциальность параметров единицы. Я прям математически глупо поставлю, задаю, есть две точки U и V. Так, ага. Получается одна, первая модель, первая модель, между ними просто от U до V экспоненциальная случайная величина с параметром N, с параметром N. С параметром N? Да, то есть математическое единицы на n. Но нам нужна математическая, ой, нам нужна единица на n. Да, нужна все-таки экспоненциальность параметром единицы на n, чтобы математическое ожидание было n. Не, все правильно, смотрите, да, потому что вот до этого как у нас работало? У нас был один пласоновский процесс, и потом все равномерно распределялось, да? А сейчас, если мы много пласоновских процессов запустим, то нам надо ждать дольше будет, пока до всех вершин будет доходить, чтобы модель сохраняла свой физический смысл. Хорошо, Павел, но что-то куда-то не туда, чуть-чуть. Теперь вторая модель. Есть экспоненциальная случайная величина, точнее, есть пласоновский процесс, можно есть пласоновский процесс с интенсивностью один, пласоновский процесс с интенсивностью один, напишите пи, от одного, пожалуйста, или пи, лям, да, вот, это вообще супер будет, и мы получается каждую точку этого процесса с вероятностью единицы на n доводим до v, а с вероятностью n-1 на n убираем в никуда. Так. Успели? Ну, не зажим подавляем каждую точку, в смысле, ждем так же, прости, Марина, давай, ты, я потом. Это же кара с точности про эту сплитинг теорему, которую я прослушал, как она по-русски называется. Именно, да, в смысле, об этом я и говорю, что первая модель это тупо из u до v мы идем за экспоненциальное время с параметром 1 на n. Да. Это, резюнити, это вторая модель у нас. А в первой модели мы, у нас есть пласоновский процесс, да, и мы каждое событие его с вероятностью единицы на n мы идем в v, а с вероятностью 1 минус это идем в никуда. Это, собственно, да, это просто мы вот этот процесс с параметром лямбда, мы делаем этот вернули сплитинг, с параметром 1 на n. Поставить фигурный самый. Евгений, я просто следующий слайд. Ну, скажите уже тогда, перейдите на следующий слайд. Я не понимал, Паша говорил о многих процессах, я не видел многих процессах, вижу только один. Ну, как, ну, а когда у вас много, вы заменяете один процессоравномерный выбор многими процессами и распределение тоже такое же получается. Ну, это уже другой момент, нет? Мне кажется, что это другой момент. Нет, мне не кажется, потому что это в точности соответствует модели First Passage Percolation. Там у вас тоже каждому ребру соответствует свой процесс, условно, ну, свое экспоненциальное время. И здесь то же самое. Каждому ребру соответствует свой паосоновский процесс. Хорошо, но и вопрос, как эти паосоновские процессы связаны. N-A-T и вот эти много паосоновских процессов. Ну, нет, нет, я просто не понимаю до конца, что вы говорите. Ну, ладно, может, я не правильно говорю. Ну, я вроде понимаю все, что Паша говорит. Ну, вот. Кстати, надо не забывать про то, что у нас всегда N-ребер выходит из каждой вершины, потому что у нас еще есть петелька на каждой вершине. Поэтому их N. Все, что я хотел сказать, это то, что есть два способа вот этого выхода из UV. Один это тупо экспоненциально с параметром 1 на N, а второй это паосоновский и его дальше прорежем с вероятностью единицы на N. Понятно, что равный будет один. это не два способа, это просто одно и то же, только по-разному. Можно я все-таки спрошу вот, а про петель? Я как-то... Это в определении полного графа, что ли, есть, что обязательно петли должны быть? Не-не-не, это просто в изначальной модели у нас всегда была вероятность, что мы самому себе расскажем слух. Поэтому, чтобы сделать аналогичную модель и не менять там N на N, минус 1 и что-то такое, нужно тоже делать петельку, и что мы спускаем еще по этой петельке. А, да-да-да, хорошо. Окей, ушки. Собственно, этот слайд анонсирует то, что мы и так уже здесь 20 минут здесь обсуждаем, то, что в то время TN, когда все все узлы узнают слух, оно по распределению совпадает с N D U, которое D U, не знаю, как его одну фразу сказать. Время, когда все узнают, до всех дойдет от U. Да-да-да, когда мы от всех дойдем до U. досочится. Да, доперкалирует. Доперкалирует. По распределению, да? Ой, спасибо. Да. Собственно, вот. Удверждается, что вот эта вот edge-based модель, а, что вот эта вот модель, которую мы описали, лежит в описании слухов, где мы использовали для описания процесса способна, которая связана с узлами, эквивалентно модели, которая связана с ребрами. каким образом? Теперь мы не с каждым узлом давайте я прощусь покажу. Ой, я уже все накрасила, ладно. Теперь мы не с каждым узлом из нашего графа связываем процесс NU, а с каждой, с каждым ребром из UV мы связываем процесс плацона NUV. с интенсивностью 1 на N. Вот. И модель такая, что смотрим на этот плацонский процесс NUV и в точках его скачков U передает слух V, если он его знает. Вот. Это тоже, о чем говорил собственно на Евгений Игоревич, как по мне. Да, именно это я пытался сказать. Вот. Пытался. Типа то же самое. Что выбирать, ну что, плацонский процесс, который сначала скачет с интенсивностью 1, а потом равномерно выбирает из злов, и то же самое, что плацонский процесс с интенсивностью 1N. Набор таких плацоновских процессов. Это больше уже. Ну связано с одного ребра, со всеми осткими. Да, да, да. Изначально получается, мы просто об одном процессе говорим, да, то, что если взять плацонский процесс и начать его прореживать, то это то же самое, что просто интенсивность поделить, распределение. А второе еще утверждение, то, что если взять плацонский процесс и разделить его на 2, то их будет 2, каждый из прореженной измененной интенсивности, и они еще будут независимы между собой. Собственно, это гарантирует теорема сплиттинг, да? Да, именно, да. Вот. И это вот исходит все из сплиттинга с сплиттинга с сплиттинга. Собственно, утверждается, что это вот NUV, это вернули сплиттинг из исходного плацонского процесса NU, ну, и так, где вот эти вот вернули случайные величины с параметром 1, N. Вот. Типа то же самое, мы выбираем, куда скакать в момент скачка плацонского процесса и туда идем. Вот. Такие дела. Супер. Собственно, дальше мы будем изучать характеристики свойства TN. Ага. А, нет, еще что-то написано. А, ну, собственно, тут снова описано то, почему перколяция и вот это вот руманш-сплиттинга модул, это одно и то же. То, что мы уже обстотили, что как раз скачки эти распространения слухов имеют экспоненциальное распределение. И вот. Короче, вот. Для того, чтобы изучать TN определим лично TK, это, не буду ее переписывать, это хотя бы K узлов знают слух к моменту времени T. Это момент времени, когда хотя бы K узлов знают слух. Минимальный момент времени. Да. Ну, иначе это в точности момент времени, когда знают K. Да, да. Угу. Тогда T1 это 0. И величина TK плюс 1 минус TK это что получается? Это момент времени, это сколько времени нужно, чтобы узнать, чтобы еще один узел узнал слух, если известно, что уже K знают. Вот. Сейчас мы будем смотреть на вот эту вот штуку TK минус TK и по ней понимать что-то про TN. Собственно, мы уже тоже это обсуждали, в момент времени TK K узлов знают слух, а N минус K не знают слух. Сейчас нарисуем. Знают, 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 знают. И они очень хотят поделиться со этими оставшимися. и получается что у нас есть K на N минус K ребер, по которым может прийти информация существенных ребер. У нас K знают, есть ребра, которые не знают. Нет, не ребра, а узлы знают. Извини, чусли. И это ребра из одного множества в другое. Собственно, нас интересуют только вот они. Да, нас интересуют только они. Что мы знаем? Что у нас у этих ребер показательное распределение и они независимые. А почему они независимые вопросом? Я сходу не смог этого не понял. В смысле? Ну, потому что по построению у нас на каждом ребре у нас это единичные ребра, да? Это не ребра, которые через кого-то идут. Это единичные ребра между и в. Да, вот такое. У второй модели, которая Эвкарейшн, она строилась именно на том, что между любимыми двумя вершинами есть ребро, которое независимо ни от чего. Да, это я понимаю. Вот, но и сейчас мы посмотрим только на единичные ребра, которые выходят из каких-то фиксированных вершин в какие-то другие фиксированные вершины. А, ну, кажется, я понял, да, вот, ну, только типа что из-за того, что эти ребра раньше не фигурировали, да, получается, в рассмотрении, ну, как условно, не могу я, короче, мысль свою сформулировать. Нет, почему просто, потому что каждому ребру споставлен независимый постановский процесс. И все ребра, которые раньше что-то узнали, они это узнали благодаря другим постановским процессам, а сейчас узнают благодаря новым, которые раньше, типа, никакой информации не передали. Не давали. Ну, да. Почему там, опять же, они передавали, то у нас есть это отсутствие последействия. После последнего раза мы знаем, что ни по одному из них еще не передалось, оно могло начаться, но еще не передалось. А начали, что мы можем раз обрубить все и сказать, что ага, снова снова специально. Да, 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 да. Ну, и все-таки, Ганя же говорил, что давайте рассматривать, типа, вторую модель, где уже постановских вообще нету процессов. Ну, типа, в данный момент доказательства. Ну, и тут тоже все это работает, потому что у каждого ребра какая-то случайная длина, и по ней, как только вот в одну вершину пришла какая-то информация, по каждому из этих ребер постепенно идет информация. Но так как мы у МНТК знаем, что по этому ребру еще не пришла информация, то значит, оставшееся время оно снова экспоненциальное. Это тебе все-таки попросы на такие чуть-чуть вернулся, Нет. Ну, просто они настолько связаны, что тебе кажется, что вернулся, но я не вернулся. Ну, ладно, хорошо. Да, окей. Тоже можно так интерпретировать. Ладно, все молчу. У нас просто есть К умножить на Н минус К ребер. У каждой из них есть случайная величина с экспоненциальным распределением единицы на Н. И нам нужно найти минимальный из них. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Я чуть запутался, вот с какой моделью работаем, если у нас ТК фигурирует, то с первой моделью там нет никаких весов. Так же? Ну, вообще за второй моделью Ганюш говорил, давайте посмотреть на второй. Вот я на слайд смотрю, и там ТК. А, сейчас. Ну, типа, равняется НДУ. Нет, ТК, это же не по-моему, это новое обозначение какое-то. Вот это ТК, это не то ТК. А, оно с тем, все, я понял, хорошо, оно с тем не связано. Ну, связано только с последней. да, с последней. Нет, погодите, погодите, погодите. Вот у нас, короче, эти К на Н-К ребер, правильно? Значащих. Значащих в том смысле, что, если мы хотим узнать, сколько времени прошло для распространения еще, ну, чтобы еще один человек узнал слух, нам нужно перейти только по этим ребрам. К каждому из них сопоставлен полосонский процесс интенсивности 1 на Н. Нет, сопоставлена экспоненциальная случайная величина с параметром 1 на Н. Да, и по факту у вас К на Н минус К экспоненциальных случайных величин с параметром единицы на Н, и вы берете минимум из них, который имеет экспоненциальное распределение с суммой, которая здесь и записана. Ага. С суммой. Почему? то есть интенсивность у вас 1 на Н у каждой экспоненциальной случайной величины, а их всех К на Н минус К штук, и вы берете минимум среди всех этих экспоненциальных. Это же будет минимальное ребро. Вот то самое свойство. Это будет минимальное ребро. Да, да. Только я не помню, какой там параметр. Я думаю, мы по-другому сделаем. Мне кажется, вы говорите об одном и том же, да. Да, Марина хотелось говорить о точности только про первую модель. Если мы, может, говорить о первой модели, то это то же самое, что ждать первого скачка у К-Н-К Хорошо. Я просто не помню, какое распределение будет у минимума, в смысле, какой параметр будет у минимума из экспоненциальных. Какой? 1 на S? Это сумма параметров. Марина еще не пришла этот номер с экономистами. Нет, не пришла. Но это сумма. Хорошо. Теперь я знаю. Отлично. Я знаю теперь, какой максимум из экспоненциальных. На N. Там тоже есть такой номер. Предельная распределение. Ой, нет, я не знаю. Да, да, да. 35, по-моему. 1,35? Я вообще его не решал. Там же не будет хорошего распределения. Гумбеля. Ну, это в пределе, да, получается? Да, 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 конечно. Ладно, все, молчу. Давайте дальше. Мы поняли, что мы друг друга поняли и согласились. Хорошо. В точности оно будет. Вот такая штука. Очень полезно. Запишу здесь, чтобы было. У меня 20 минут осталось. Значит, значит, да, жалко. Сейчас, возможно, ускоримся. А вот тут давайте зафиксируемся, раз мы посчитали эту самую. Вот тут именно этот как раз вопрос. Это, смотрите, это сколько ждать следующего этого самого? Угу. Когда следующий узнает? И вот Марина задавалась вопросом, то, что, типа, где тот самый момент, когда быстрее всего узнают или медленнее всего узнают? Угу. И видите, вот тут вот, типа, распределение, сколько ждать следующего? И по нему можно уже заметить, да, что... Да, да, да. Что посерединке самое большое мытожидание стоит? Угу. Да, 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 да. Ну, потому что K, N, 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 D по друг другу идут. Самое маленькое мытожидание, извините, пожалуйста. Угу. Самое большое мытожидание будет как раз именно по краям. Самое большая интенсивность. Угу. Так вообще замечательно, да. Согласна. Собственно... То есть, получается, интересно, да, получается, если размер графа увеличить, то где-то посередине там вообще супер быстро все будет передаваться, а по краям константно, да, то есть, ну, типа, медленно. Ну, ну, так и есть, да. Ну, вначале, честно говоря, непонятно. Если K равняется единица. Ну, у нас супермного кандидатов, да. То, что вы и говорили. У вас, вероятно, 7-1 на N, что вы кому-то что-то передадите. То есть, если бы у нас не было этого слова, что мы можем еще себе, тогда бы уже было так, что чем больше знают, тем быстрее распространяется. Не, ну, смотрите, а там, получается, не только себе, но и всем, кто знает, да, как... Все хорошо, все хорошо, извините. Да, то есть, именно то, что когда много знают, то они могут в пустую распространять слух. Да. Вот. Ехаем. Ехаем. Давайте. Тут, в общем, идея максимально простая. TN, которая нас интересует, представить как телескопическую сумму. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Так, чтобы... В общем, TN, T1, плюс-минус, сумма, да, N-1, TK, плюс-1, плюс-TK. И, например, о чем прикол, нигде не ставить скобочек, напишу скобочки. Да, я тоже на лекции вообще такой думаю, что это вообще, почему это так? А потом потому, что скобочек просто нет. Да что, понимаете? Не сказать тогда? Да нет, в смысле, понятно, что TK без суммы особого смысла не имеет, но все равно. Кому сказать, если вы отыграли? Ну, конечно, да. Опечатка, он просто так пишет. Это не опечатка, да, он так пишет. И мы же ему не скажем, Ганяш, почему вы нам скобки не поставили? Поставьте нам скобки в следующий раз. Ну, типа, не беда, да. Ну, то типа, знаете, как бы, бывает, что если в интеграле, под интегралом супердлинная функция, то там можно не ставить скобки, я просто в конце дифференциал пишу. Хорошо, хорошо. Но не в России. Окей, хорошо. В общем, все просто. T1 у нас равно нулю по определению, если помните. Это ждание TK плюс 1 минус TK считается легко, потому что мы знаем его распределение показательное. И вот эта дробь чудесным образом делится на две вот такие вот. Легко проверить. Дальше. Так, господи. Мы от ожидания от суммы, сумма от ожиданий тоже считаем. И тут, кстати, прикол. Вот это, короче, ну не прикол, мы это тоже уже сейчас обсудили. Если мы суммируем пока от 1 до N, то, по-моему, минус 1 должно быть. На самом деле. Да, должен быть минус 1 вот отсюда. Короче, если мы будем суммировать до N-1 сумму 1 на K и будем суммировать сумму до N-1 1 на N-K, то это одно и то же. Просто с двух сторон дроби эти суммируем. Как бы. Там начинаем с типа с 1, потом одна вторая, а там 1, ой, N минус, 1 дельта N минус 1 и так далее. Вот получается у нас, следовательно, это две суммы 1 на K, а это синтетические логарифмы, два логарифма N. Там даже в точности же как-то пишется типа логарифм N плюс какая-то штука, которая сходится к константе. Константа, да, сходится к константе и в маскироне. Да. Это я узнала, когда делала упражнение. Давайте не будем устанавливаться на дисперсии, то же самое все. Не знаю, откуда здесь N, если честно. Ну ладно. Я думаю, что это просто я не умею считать дисперсию. В общем, А какое N я не совсем понял. Ну типа вот здесь вот это просто раскрываешь квадрат суммы. Хорошо, ага. Тут K должно быть, да? Да? Не знаю. Ну да, если квадрат. Да, 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 да. Не, по-хорошему должен быть N, потому что тогда иначе не получится O большого от логарифма N делить на N. О чем речь? Значит, должно быть N по-хорошему. Ну типа давайте вот это вот на это умножим. Получается 2, 1 на K на 1 на N минус K. Должно получиться, нет? Похоже, что так. Ну а теперь теперь сумму простых дробей разложить. Теперь мы умножаем и делим на N и получаем N на N. То есть он получается? Да, на K. Все правильно. Минус K и еще делим на N. А вот это, это вот оно. И здесь должно быть N. Ага, все, да. Хорошо. Я вообще не знаю, как у Паши все поняла. Что я здесь понаписала? Хорошо. Все нормально. Вывод все правильно был? Все правильно был. Хорошо. Да. Собственно, вот так у нас получается. Ой. Ага, прикольно. Таким образом, от ожидания TN делит на 2 логарифма N сходится к единице, дисперсия стремится к нулю. По неравенству Чебышева можем тогда показать, что TN делит на 2 логарифма N по вероятности сходится к единице. Крутяк. Вот. И дальше было упражнение, что TN минус 2 логарифма N по вероятности сходится к сумме независимых совершенно величин со вероятностью гумбеля. Каюсь, посмотрела в референции Ганьша. И надо сказать, что в жизни бы не додумалась так сделать, как делается там. Вот. Обсудили мы с Димой. Вроде разобрала. Ну, там, в общем, дело не 5 минут. Вот так скажу. Ну, скажите, то есть не в лоб записываем вероятность меньше. Не в лоб записываем вероятность абсолютно вообще нет. Идея такая. Сейчас я вам скажу идею тогда. Типа, все получилось, все мы сделали. Получается, TN, ну, T1 равно 0, TN это сумма TN минус 1, TK плюс 1 минус TK. Собственно, как помним, вот эта вот штука имеет какое-то стрёмное показательное распределение, и домножая и вот так, уже не похоже на идею, в общем, секаты вот так получаем некоторые, которые имеют обязательное 1. Ага. Идея такая, что мы сравниваем производящие функции моментов случайно величины TN и Гумбеля. Вот эту штуку после некоторых преобразований ля-ля-ля-ля-ля. Это у нас получается... Они независимы, да, получается? Да, TK плюс 1 минус TK независимы. Ну, тогда такое. В смысле... Ну, да, он может устроиться по независимым случайным величинам, когда вы перейдете из одного момента в другое. Вы же используете независимые случайные величины, поэтому они независимы, эти преращения. Да, 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 они независимы, вот. Там неоднозначно, там надо еще, мне кажется, посидеть, нет? Так я же вас спрашивал об этом, а вы мне сказали, типа, все вообще легко. Я спросил, почему-то K плюс 1 минус K независимы друг к другу. Вы говорите, да там еще легко, там какие-то свойства показательного распределения, ты что, типа... Я думала, это свойства процесса пуассона, нет, что у него приращение независимы. Ну, во-первых, я такого вопроса не слышал в своей голове, вот так скажу. Похоже, вы услышали этот вопрос, я подумал еще об этом, но потом подумал, ладно, я потом подумал. Почему эти приращения экспоненциальны? Как будто вы отвечали на этот вопрос, а я имел в виду, почему они независимы. Вот на это возможно, да. В смысле, на экспоненциальны это уже похоже, на правду. А про независимость я уже давно думаю и неоднозначно. Ну, еще раз, у нас же все-таки они завязаны на какое-то множество случайных величин. И каждый раз следующий переход зависит только от новых случайных величин, которых мы еще не брали. А они все в совокупности независимы. Эти экспоненциальные случайные величины. Вот это вот их только еще не брали, это неоднозначно. Потому что, типа, первая случайная величина, да, это будет минимум из n экспоненциальных. Потом мы одну из них уберем, ту самую минимальную, и n-1 новых добавим. И опять будем минимум искать. Ну, или там n-2. Типа, там не будет те же самые, там будут и новенькие. Там будут те же самые плюс новенькие. То есть, там не будет все время долг. Вот смотрите, вот можно я сейчас попробую мысль свою выразить? Я, возможно, сейчас скажу. Я бы не успевал смотреть как с будильниками, то есть изначально, как говорил, когда мы будильники заводим. Да, да, вот я примерно то же самое, что Михаил Георгиевич хочу сказать. Вот смотрите, у нас все это как-то там, ну, короче, слухи распространяются по ребрам. Если к какому-то моменту мы имеем какое-то множество вершин, которые знают слух, то к ним ребра пришли с использованием процесса Пуассона, ассоциированного с теми ребрами, ой, да, которые приходят в те вершины. А сейчас мы смотрим на другие процессы Пуассона, которые идут в другое множество вершин. И передача информации от старых к новым это уже как бы свойство, не знаю, слово не могу подобрать, других процессов Пуассона, которые от тех не зависят. Вы уже, получается, от одной модели перешли к другой и говорите о том, что они все как-то в Валенте. Но это я сказал, что так просто не следует. Из экспоненциальных это не следует. Вот, что дальше надо думать. А, я понял, я понял. Поэтому проще снова перейти к Пуассонским процессам, потому что так с Пуассонским процессами и работают. Это похоже, на правду смысле, ну, в смысле, там уже вроде бы виднеется ответ, но еще надо думать. Ну, еще Евгений Игорьевич правильно заметил, что у нас зависят другие случайные величины, которые до этого были экспоненциальные, но про них мы знаем, что они, допустим, уже там не произошли до какого-то момента времени. И вот тут уже свойство отсутствия последействия, то есть они снова экспоненциальны, снова не зависят от того, что было. И поэтому там все и получается. То есть вроде бы виднеется, но надо проделать. Ну да. А это хорошо виднеется, что они независимые, но дальше мы легко можем представить как функцию производящую функцию, кого из них угодно. Да, и просто считаем и все, и берем предельную, и там все получается. Ну, типа, на самом деле не совсем. Там же еще два логарифма должно откуда-то вылезти. но это там будет... Даже мы смотрим... У харф-функции это будет постоянный вот там этот самый E. Да, да. Ну, и у производящей функции это будет E в степени тваловой рифмы лямбда. Давайте просто запишем харф-функцию экспоненциальной случайной величины с параметром 1. Вот этот множить туда занесем, и это просто произведение харф-функции поймем. Да, давайте. Ну, если вы думаете, ну, хорошо, давайте так попробуем сделать. Возможно, это будет проще, чем... Да, это однозначно. Производящая функция и харф-функция это все одно и то же. Ну, в смысле... Вроде так. Такая производящая функция у... Да. Показательности случайной величины. И что? И мы хотим вот на эту штуку умножить, да? Да. То есть к параметру Т занесем? Да. Ну, по-моему, там нужно... Сейчас. Ну, там будет Е в степени... Ну... Аккуратно, да? В смысле... Е в степени суммы это произведение их. Да? Да. Надо в параметрах Т занести вот эту константу, которую вы говорите. Там как-то... Сейчас я вам скажу. Там типа, что нужно Т в итоге разделить просто на... Т нужно разделить на показатель... На параметры показательного распределения. Вот так скажу. Ну, да. Ну, там как-то простенько должно быть. Понимаете, да? Как это делается? Е в степени лямбда Т и лямбда Кси и в степени Т Кси в вашем случае. Если Кси равняется константу умножить на Зетта, то это просто Т константа это новый параметр. Его нужно вставить. Ну, напишите уже ответ, Марин, как должно быть. Пам-пам-пам. Наверное, вот так. Да-да-да. Ну, так и есть. Ага, теперь всех перемножить. Да? Да. Да, получается степень. Перемножить. Давайте предельное преодолевшее с конечностями. Ага. А как быть с этим LN, которое там? Ага. То есть, может быть, на суммы какие-то надо разложить это? Ну, хорошо. и... Знаете, можно... Типа в такой момент можно кран сдвигать, что только писать уже на слайде пофиг. Можно так, конечно, пополам. гигантские получаются. Ну, если к логарифмам перейти, то это будет сумма, да? Да. Сумма логарифмов, правильно? Да-да, правильно. Правильно? А логарифм произведения это там опять сумма чего-то там? Там вроде все симпатично получается, нет? Я не знаю. нужна... нужна... сейчас. Сейчас, погодите. Давайте помедленнее. Нам, получается, нужно... Ну, такое, нет? Все равно. Не просто получается. дофиг знает. Ну, надо исследовать. Ну, в смысле, вроде бы исследуется. Ну, в общем, там делается вообще точно не так. Там не в лоб делается. Ну, как? Там... Короче, вот эту сумму вот эту сумму. Давайте еще раз ее напишу. n, k, n-k, сикаты каким-то образом ля-ля-ля, ля-ля-ля расписывают на две суммы 1 на k k-1 и еще вторая такая же кси-катая штрих. Кси-катая и кси-катая штрих по распределению совпадают. Там просто как раз прикол в том, что вот эти суммы 1 на k и 1 минус k они как бы с двух сторон просто считаются и по распределению совпадают эти штуки. Ну, по-моему, только там типа до половины, короче, здесь. 5-по-лам 5-по-лам и тут 5-по-лам 5-по-лам. Дробь разложили на сумму слагаемых, да, а потом рассмотрели как две суммы с каких сторон перенумеровали. типа с двух сторон перенумеровали и получили такие случайные величины, также распределенные. И вылез там, по-моему, алгоритм плюс ну, две суммы 1 на k. Это из-за вот этой минус единички. Собственно, вот эти два слагаемых раз, два, это и есть два наших гумбеля. Считаем производящую функцию вот этой штуки. А тут уже просто, ну, вот предельную приенстремящей бесконечности, как уже, тут уже реально просто ее посчитать. Ну, как реально просто. А слагаемых вот в каждой сумме n пополам получится, потому что мы именно по половинке возьмем этих сишек. Да, да, и мы их типа делим. Там, короче, две суммы, одна от одного до n пополам один на k, другая от n пополам там только делим вот здесь на n минус k, по-моему, что-то такое. Короче, считаем производящую функцию, получаем, что она как у гумбеля. Да, да. Ну, вот эти приколы плюс-минус единицы, вот видите, мы добавили две единицы и отняли две единицы. Да, 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 да. Какие простые приемы порой вообще дают хороший результат. Я не думаю, что они простые, потому что я бы до них, ну, в смысле, до них, наверное, не просто догадаться. Ну, да. Ну, в общем, вот, считаем, там тоже достаточно мучительно, как по мне, считается производящая функция этой штуки, потому что она равна, у меня просто шпаргалка здесь, гамма-функция 1 минус t на е-степень минус гамма-t, где гамма это как раз это константа Эльвера паэн. Вот. Ага. Ага. Там вот статья, это, короче, вторая ссылка, где у него там есть первый список ссылок. Там как раз про first passage percolation, про путь в этом графе. И тут все проводится для него. Там еще много всякого. Он еще даже написал, что там есть большие уклонения, но я до них не дочитала. Дочитала только вот это нашла и все. Вот. Круто. Круто, да. Давайте поблагодарим Марину. Или Марина еще что-то хочет рассказывать? Ну, вроде это все. Ладно. Тогда предлагаю поблагодарить Марину. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Игорь сейчас покинул? Да, он ушел, ему там надо было уйти же. Да. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Значит, нам нужно определиться, будет ли у нас вторник семинар? Похоже, что да, нужно определиться. Что думаете, будем проводить или нет? Можно? Можно, чтобы до конца лекции разобрать, да? Да. Да, да, да. Но у нас еще для этого есть пятница просто. Ну, раз сейчас начали это обсуждать, я в деканат ходил уже, и они нам на пятницу готовы выделить аудиторию. По твоим вопросам, Паша, то, что тебе было плохо слышно, вам, Степан Вячеславович, было плохо слышно, связь обрывалась, причины могут быть следующим. Во-первых, Евгений Грич, скорее всего, подключил свой ноутбук через Wi-Fi, а он скорость маленькую дает, там нужно ноутбук подключать через провод к интернету. Ага, понятно. А второе, а по связи микрофоны не были расставлены, микрофоны там были все в кучке под телевизором, вот, и поэтому аудиторию не было слышно. Хорошо, я понял. Ну, значит, ну, можно попробовать, да, получается, во вторник уже там собраться, вы предлагаете? А, подождите, можно я еще раз подниму этот вопрос? Аудитория 4107. Вот такая вот она, так стоят стульчики и здесь экран. А доски, доска где? Ну, в смысле, доски есть. 4109. 4109. Да. Ну, вот эта вот крупная, где мы были. Да. Ну, она квадратная, ну, ладно. У меня почему-то в голове она квадратная больше. Я думала, что трансляция должна выглядеть следующим образом. Транслируется доска, на которой пишет выступающий. Ну, там... Да, я тоже так думаю. А где там камера? Ну, там тренога стояла вроде бы. Я помню оттуда семинары, ну, в смысле, вот на на ютюбе ММФ. Все люди, которые там транслировали свои лекции, они писали на этом большом экране и их просто снимали с треноги. Ну, да. Я когда с Михаилом разговаривал, он один из вариантов предложил, чтобы писать на этом экране. Ну, я подумал, это будет неудобно лучше на доске писать и транслировать. А зачем тогда экран? Чтоб собеседников видеть. В принципе, по большому счету он не нужен. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, во-первых, деканат рядом, и если у нас возникнут технические проблемы, они сразу помогут. А во-вторых, чтобы перенести все в другую аудиторию, можно потратить тоже какие-то усилия. Я не знаю, в полной ли мере все там обеспечится с микрофонами, со связью. Микрофоны, да. Всю техническую штуку, я не знаю, что именем. Хорошо. Ну, смотрите, в любом случае, следующий семинар мы еще в онлайне проводим, если мы проводим его во вторник. Я правильно понимаю? Ну, разговор был у меня, по крайней мере, про пятницу. Я про вторник ничего не говорил. Может быть, может, со вторником поговорить. Но если так, то это надо, получается, в понедельник, наверное, будет узнание, потому что завтра вряд ли там кто-то будет. Я еще попросил Михаила, чтобы он предоставил нам возможность провести тестовый созвон. И вот, вот это тоже у меня был вопрос. Нужно, ну, как минимум, два человека, чтобы один был там, допустим, я, и один был на связи. Не, ну, не я. У меня нет ноутбука, чтобы подключить. Ну, не сложно в общем с этим. Я понятно сформулировал или нет? Нужно тест тестовозвонок сделать. Нужно им сказать, чтобы они... Да, да. Нужно определиться, когда его будем делать и с кем. Можем с тобой сходить и кому-нибудь позвонить. И нужен ли он вообще? Ну, я думаю, можем раз... Можете позвонить мне. А у кого есть Ethernet-порт на ноутбуке? Я знаю, у Тимофея Вячеславовича есть, а у вас, Марина, ты есть на нем? Кто? Ethernet-порт. То есть, чтобы вы смогли провод воткнуть в ноутбук. У меня есть... Я в этом не шарю, но у меня есть переходник на HDMI. Это оно? Нет. До сих пор запись идет, кстати. Да, поэтому никто и не сможет подключиться. У меня тоже нет Ethernet-порта, потому что все... А, у меня кто-то тоже нету. Да, ультрабуки сейчас все такие идут. У нас только Тимофей Вячеславович обладает ноутбуком таким. Ну, вообще... Погодите еще раз, чтобы шарить экран ноутбука на тот большой телек? Нет, нет, чтобы к интернету подключиться, к НГУшному. По проводу. Хорошему по проводу, а не по Wi-Fi. Ну, смотрите, у меня есть какая-то... Давайте посмотрим. У меня тут есть USB, наушнички, зарядочка. Такой прямоугольный порт должен быть. Они все прямоугольные, Михаил Георгий. Толстенькие, ладно. Марина, можешь сфото и отправишь в Телеграм, мы посмотрим. Да, давайте. А кто запись ведет? Я веду запись. Выключить, да, наверное, уже? Ну да, да, наверное, уже выключить. Так, ну ладно. А можно учитывать вы про порт, который как в модем подключается? Да, да, да. Да, да.